Я хочу рассказать вам историю о современной России. История, которая изменила мою жизнь. Я независимый журналист. И я не принадлежу к числу прокремлевских журналистов. Россия без Путина! Россия без Путина! Чтобы не подвергать опасности вновь обретенную стабильность, в какой-то момент Путин решил взять все происходящие в стране политические процессы под свой жесткий контроль. Было принято решение о создании молодежного движения под названием «Наши». Я знал Машу Дрокову как пресс-секретаря движения «Наши». Она пришла в движение, когда ей было 16 лет, и очень быстро поднялась по карьерной лестнице. По сути, наши разделились. И есть какое-то такое теневое боевое крыло, в частности, движение «Сталь». И в какой-то момент я попала вот в такую вот тусовку и в такую группу журналистов. Но через какое-то время Василий мне сказал, либо ты с ними, либо ты с нами. Что будет с Машей, если мы станем каким-то кругом ее общения. Что будет с кашлем? Там бомба на него упадет, с переулки его караулит, или там открыто приедет, расстреляет из автоматов. Протестеры были собрались в целом России. Они хотят иметь скорость и осторожную исследование в этом заведении репортера и блогера Олега Каши. И на этом весь кошмар не закончился. Потому что когда человек чего-то боится, это видно. И вот Маша боялась. Субтитры подогнал «Симон»